Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Я сегодня, кстати, в зеленом платье из прошлой распаковки. Если вы ее не видели, то я обязательно оставлю ссылочку в инфобоксе. Обязательно переходите и смотрите на эту распаковку тоже. Заказ у меня был небольшой. Половина вещей мои, половина родственников. То есть я заказывала не только для себя. Уже в дальнейшем родственники сами себе будут заказывать. Я уже всех зарегистрировала, показала, как это все делается. В этот раз я себе ничего заказывать не собиралась. Но так как я сама оформляла этот заказ, пару вещей себе тоже заказала. И сейчас вам их покажу. Итак, первое, с чего хочется начать, это шорты. По идее сезон заканчивается, просто эти шорты были по минимальной цене. Они стоили 8 долларов, хотя изначально стоили 25. Именно то, что я искала. Я хотела шортики джинсовые, не совсем коротенькие, чтобы здесь была хотя бы немножко длина. Чтобы они не сильно обтягивали и сидели хорошо в талии. Плюс именно этих шортиков заключается в том, что там есть XS и XXS. То есть еще меньше, чем XS. Я долго сомневалась брать XS или еще меньше размер. Посмотрела вроде по параметрам, мне подходит XS. Но я всегда заказываю по параметрам. И в конце оказывается, что джинсы мне большие. Так у меня в шкафу лежат 3-4 пары джинсов, которые мне большие. Хотя я ориентировалась на размерную сетку. Поэтому заказывая джинсы на шейн, старайтесь брать поменьше размер, чтобы они потом сели нормально, потому что джинсы потом тянутся. Мне очень понравилось, что они идеально сели в талии. У меня талия 61 см. И получилось прям супер. Вот вы можете наблюдать, какая красота. Я, кстати, вот сегодня как раз таки надену эти шорты. Думаю, до конца сентября и середины где-то октября могу носить. Хорошо, что я заказала именно этот размер. Если бы я заказала еще меньше, то я бы в них точно не влезла. Ссылочки на все товары, как всегда, будут в описании под видео. Следующая вещь это платье. Последнее время я очень люблю платье. За все лето, прям 4 месяца, ни разу не надевала джинсы. Поэтому на зиму тоже решила заказать платье, чтобы носить с капроновыми колготками и ботфортами. Посмотрите, какой красивый цвет. Платье очень крутого кроя. Я взяла в размере XS и не прогатала. Я очень боялась, что платье будет длинное. Я хотела именно очень коротенькое платье, чтобы носить его с ботфортами. Я думаю, что это не будет выглядеть вульгарно, потому что я буду в темных колготках. Материал обалденный. Села просто идеально. Ни больше, ни меньше этого платья не надо. Швы везде прострочены просто идеально. Такое платье было в черном цвете, в синем и еще в каком-то, по-моему, темно-зеленом. Так как подобное платье в синем у меня уже есть, но оно длинное на зиму, я решила взять красное. Посмотрите, какой богатый материал. Плюс еще теплое. В моем понимании, платьев много не бывает. Следующая вещь, которая немножко меня разочаровала, разочаровала она меня по моей же тупости. Я захотела на пробу заказать себе носочки. Там на фотографии были изображены две пары носочков. То есть белые и черные. Я почему-то думала, что мне отправят две пары. Но оказалось, что нет, только одна. Потом я посмотрела, что там написано «одна пара». А дальше уже они сами выбирают, черные вам отправить или белые. Но если быть повнимательнее, все это написано. Там написано, что всего одна пара. Я просто не обратила внимания, кинула в корзину, подумала, «Вау, какая крутая цена за две пары». А носки очень даже крутые. Они заниженные, с кроссовками, я думаю, будет супер. И здесь, кстати, написано «Шейн». Снимая эту распаковку, я совершенно забыла показать вам кольца из гипоксидной смолы. Набор, состоящий из четырех колец зеленого цвета. Выглядит очень даже красиво. Размер где-то 17-18. Естественно, эти кольца мне большие. Но это как-то стандартно «Шейн». Я заметила, что там все кольца плюс-минус 17-18 размер. Если вы захотите все эти кольца носить вместе, то это просто неудобно. Думаю, лучше скоперироваться с подругой. И два кольца ей, два кольца вам. Весь этот набор стоил 2 доллара. Я не люблю бижутерию, потому что она теряет свой первоначальный вид. Но этим кольцам это совершенно не страшно, потому что их материал не позволяет этому происходить. 15 сентября у нас школа. Вы, наверное, уже не успеете заказать. Хочу вам показать. Вот такой вот рюкзак черного цвета. Такой, знаете, минимализм. Нету каких-то ляпистых рисунков и так далее. Очень даже неплохого качества. В общем, если вы ходите в школу, то, я думаю, идеальное решение. Здесь есть вот такой замочек, который тоже хорошо функционирует. И одно большое отделение. Здесь внутри подкладка. И вот такое вот одно общее отделение. Вот реально, когда я ходила в школу, нам так сложно было выбрать рюкзак, потому что было несколько магазинов с канцелярией. И мы ходили туда, и там вечно были какие-то рюкзаки с барби, с каким-то космосом. И когда ты уже идешь в 7-8 класс, тебе хочется что-то солидное, а найти было практически невозможно. И вот мы с мамой 29-30 августа ходили по всем этим рынкам и искали. Сейчас гораздо проще. Зашел на Шейн или на любой другой сайт Asos и заказал себе рюкзак, который тебе нравится. Следующая красота, опять же, к школе. Это рубашечка. Вау! Мне она очень нравится. У меня, кстати, есть платье. Мне бы такую рубашку надо заказать. Это в размере L. Рубашка очень крутая. Мне она однозначно нравится. Ничего необычного. Швы прострочены идеально. Мне очень нравится комбинировать подобные рубашки с какими-то топами. Или, например, у меня есть платье, где верх слишком открытый. И вот хочется его замиксовать какой-то рубашкой. Мне эта рубашка однозначно нравится. Ссылку на нее я тоже обязательно вам оставлю в описании под видео. Она не просвечивает. Сейчас посмотрю. Да, не просвечивает. Если бы у меня не было бы столько одежды, то я бы с удовольствием заказала бы себе тоже такую рубашку. Но так как у меня просто шкаф забит, я, пожалуй, это делать не буду. Здесь еще должны быть юбки. Глянь. Самое интересное, что же придет. Итак, это вот такие вот шорты. Достаточно плотного материала, черного цвета. Здесь небольшой такой рисунок, но это не вышивка, а просто наклейка. Шорты на пацана 11-12 лет. Выглядят они вот так вот. Цены тоже обязательно буду указывать, чтобы вам легко было ориентироваться. Следующая красота. Юбочка. Вау! Это юбка шорты. Достаточно большого размера. Это, наверное, L. Я мерить эти вещи не буду, потому что они не мои. Понятное дело, заказывали родственники, поэтому я думаю, что им не будет приятно, если я буду мерить их вещи. Тем более здесь размер L. Я просто буду плавать в этом. Но я вам обязательно вставлю фотографии, как это должно выглядеть. И могу сказать о качестве. Качество неплохое. Я обожаю шорты юбки. Или вообще просто шорты. У нас очень часто бывает ветер, и постоянно напряжно следить за юбкой, чтобы она не поднялась и так далее. Вообще, последнее время я стараюсь покупать одежду, максимально комфортную для меня. Пусть будут супер короткие, но шорты. И во время ветра, чтобы мне не париться, что сейчас будет видно что-то лишнее. Это из серии Daisy. Насколько я знаю, эта серия дороже, чем все остальное. И вот такая вот юбка в школу черная. Вообще у нас в Азербайджане в школах форма. Но я так понимаю, многие эту форму не носят, просто покупают черный низ и белый верх. В мое время мы носили форму, хотя когда в 11 классе мы были, уже забили на все это. Потому что форма была очень неудобная, некрасивая. В общем, ужас. Юбка очень хорошего качества. Мне однозначно нравится. Я бы даже себе заказала. Вот у меня сколько всего есть. Все равно вот смотрю, и мне тоже хочется. Очень хорошее качество этой юбки. Мне кажется, она будет не очень короткая. Как раз самое то, прикрывать попу, колготки. Кстати, она еще заказала гетры. Я вам недавно показывала. Альвина себе заказывала такие гетры. И точно-точно такие же заказала наша родственница. Вот так вот они выглядят. С очень крутой резинкой. Достаточно плотненькие такие. Хорошего качества. Стирай, носи. Я бы с удовольствием сама бы ходила в таких гетрах. Но почему-то, когда я одеваюсь в таком стиле, мне вечно мама делает замечания и говорит, Айка, ты уже не в том возрасте, чтобы так одеваться. Тебе надо что-то посолиднее. Тебе надо какой-то костюм и так далее. И, в общем, это желание во мне потихоньку умирает. Видео, наверное, получится не очень длинное. Еще одна рубашка. Это, кстати, мне нравится гораздо больше. Оно очень приятное на ощупь. Тоже белое. Здесь размер у нас М. Классная рубашка. Рубашку действительно мне уже давно надо. Но что-то никак я. Очень хорошая рубашечка. Как же вам отметить? В инфобоксе я напишу рубашка 1 и рубашка 2. 1 это то, что я показала первую. А рубашка 2 это уже вот эта. Мне больше нравится вторая рубашка. Она как-то поприятнее на ощупь. Выглядит дороже и гораздо лучше. Не помню, как по цене. По цене, по-моему, они почти одинаково стоили. На этом все. Заказ был небольшой. Я себе ничего заказывать не собиралась. Мне просто попросили оформить заказы. В этот момент я наткнулась на эти шорты. И думаю, блин, возьму-ка я эти шорты. К ним еще носочки. К ним еще и платье на зиму. Как вы знаете, сейчас мы делаем лечение Твиксу. Это обходится очень дорого. И пока что я приостановила все свои заказы. Все свои хотелки. Сейчас самое главное поднять на ноги моего котика. А все остальное подождет. Поэтому я сейчас обратно все эти вещи упакую в пакеты и отдам хозяевам. И надену свои шорты и отвезу их к ним. На этом все. Не забывайте ставить лайки, подписываться. Всех люблю. Пишите свои комментарии. На этом все.